Ну-ка поближе подойди сюда все, встаньте. Ну сморшился прям, скажи ты, старая картошка. Чего еще? Отняли что-то у тебя? Проквасили с дома-то сидите. Так, маленько, побыстрее. Можете прибавить шагу-то? Узнаю, что вас ждут, все равно идете, даже на минуту не можете это. Скорость прибавить. Когда враг наступит, будете впереди всех бежать. Мы собираемся сегодня уезжать. Сейчас пообедаем, если Господь благословит. Едем до Барнаула, там кого захватим. И там будем грузиться. Потому что груз оттуда привезен, а теперь обратно. Нет никакого за вперед возить. Мы едем, осталось у нас 4 района в Алтайском крае. Не затронутая, это близ Аллейска. Там Троицке. И после этого мы выходим в Новосибирскую область. Города Новосибирска мы боимся. Большой город, шофер неопытный, новый. Ему надо еще сзади наклейку сделать на машину, что он неопытный. Не сделано. Но по дороге уже у него лучше дело пошло. За 10 дней Виктор намотал 3379 километров. Это уже не 2 километра на обучение. Не 50. С задним ходом не ладилось. Вчера он поехал, я говорю, возьми там, наставьте колышков. Ну, потренируйтесь, куда повернуть. А не так, что если развернуться, полкилометра ехать, там развернуться по прямому. Но чтобы задний ход не делать. Это даже и не шофер еще. Значит, как всегда, просим молитву. Кто может, поможет. Володя остается через него. У нас расходы идут только на бензин. Но на эту поездку мы уже обеспечены. От кого не думаешь, те больше всего и помогают. Это все для вечности. Если вы нигде не участвуете в духовном, где проявляется Дух Божий, поверьте, придет время, будете искать. А уже нигде не поможешь. Рад бы помочь, да некому. Ну, некому. У тебя возможности будут, а никого нету. Никто не нуждается. Или люди будут просто жить по-другому. А что обстановка меняется быстро, вы этого не знаете. Мы больше знаем. Вот мы начали ездить. Практически сто населенных пунктов и городов позади. А это, значит, надо проехать. Мы встречаемся с милицией, с администрацией, с людьми. В храмах, со священниками. То есть обстановку мы знаем уже намного лучше, чем в начале. И говорить, как в первые дни я говорил, что у нас нет никакого опыта, уже сказать не можем. У нас достаточный опыт. В чем-то еще новинки появляются. Ну, в общем-то, понятно. В прошлый раз я вам говорил. И вот мы подъезжаем к большому селу. Одна и та же здесь полоса временная. Не 8, а пол 7. Но жители идут, уже отправили коров, уже пасут. Чтобы у нас, вот как пасут, я в жизни не видел, не знал, не слышал и не поверил бы, что так можно пасти скотину. Это не пасть баня, не пасут. Я уже неоднократно об этом говорил. Я о поездке буду говорить, мне батюшка, не подсказывай. Это твоя паспа, тебе за нее отвечать надо еще будет. Как они пасут? На днях, позавчера. За чем тебе это? Оставь, я прошу, не надо, не говори. Батюшка, крайне надо это говорить. Ты каждый раз об этом говоришь. Я говорю, говорил, ну, попустился, я не попущусь, пока живой. Ну, что ты не попал? Не пасут, скотину. Я говорю, простил, ну, пошли, не мешай, пошли, я тебя никогда не прерываю. Зачем это делать? Не привыкай к этому. Там есть старые свинарники, они на стены залазят и бегают. Все это уже засняли. Будет готов пролик для миллионов людей. Показать, какие человеконенавистнические дети растут. Подходит им, он начинает вести себя как безбожник, хуже безбожника. Сфотографировали, сняли. Измените отношения. Родители, вы знаете, о ком речь идет. Пойдите с ними хоть один раз. Два часа, выгнав три-пять, скотина еще стоит рядом, никуда не пошли. Почему не гоните? Он охмыляется, рожи корщит и все. Будет плеваться. Ну, отгони их, там же пастбище, зеленая трава. Ну, отгони, он не гонит. Он и сейчас смотрит, кривляется. Они уже вдвоем. Это ваши дети. Так никогда к скотине не относился пастушенок Давид. На злачных пашечах водил их. Не надо об этом говорить. Надо. 21 год позади. Не научились спасти. Выгоняют скотину. В руках даже прута нету. Первое, какая палка, камень, то и кидают. И от лагеря до нас. Невозможно пройти дорогу. Гляжу, палкой ударил. Нам не нужно. Он не подберет. Он берет другую и дальше кидает. Ну, приучите их к элементарному отношению, к скотине. Не любящий скотину, ненавидящий ее, от которой вы очень зависите. От молока, от этого. Вы не получите от этих детей. Это храм новый растет. Страх Божий не заложен совершенно в детях. Я говорю не о всех. Так, подойди ко мне, прошу, сюда. Поближе. Ну, быстрее, маленько. Ну, подойди. Как скажи, на веревке тащит. В сезон нельзя ходить, в погоню, в потерявке. Вот это снять, отпилить его. Этого никогда не было у нас. Это запрещено. Я тебе сколько раз сегодня показывал, как... У него поклон, вот. Это значит, дом, весь дом. Поклонить, как следует. Поклонить. Господи, Иисусе Христос, чтобы рука могла достать. Еще раз, Господи, благослови. Опусти руку. Все. И молодое тело, оно нуждается в поклонах. Мы знаем, чему кланяемся. Сколько я не пытался сегодня сломить, никак. Почему? Потому что друг старший сзади стоит, он непрерывно глядит, ему тоже надо... Вы не думайте, эта игра закончится очень быстро. Вам ни епископ, ни батюшка, никто не поможет. Страха Божия нет. Они впадут во все десять заповедей, нарушать будут. Все до одной. Они все, кто пойдут, в любую пойдут, лишь бы не стоять на службе. Служба им не нужна. Я сегодня кое-как остановился. Они... Вот все их корежит это уже. Это уже нечистая сила ломает. Я говорю о том, что мы сеем. Мы для этого, когда проезжаем, у нас спрашивают, а как с детьми? Именно вопросы вот эти задают. Паша, позаботься, пока есть время. Позаботься. Дома больше поклонов делайте. Днем останавливайте эту богатню, заводите, хотя бы сто поклонов сделайте. Не будет страха Божия, а его нету. У вас ничего не будет. Вас даже с этой характеристикой в тюрьму не возьмут. Я от вас ничего не хочу, кроме того, чтобы вы спаслись. Пищать антихристов в один день примете за пищу. Вы приучите, как мать приучила семь сыновей. Каждого буквально на костер возводила своими руками. Вторая Маковейская, седьмая глава. Прочтите еще раз. Посмотрите. Если дети ваши не придут в Царство Небесное, забудьте про рай. Вы уже в преисподней находитесь. Потому что я и дети мои, дом мой, будем служить Господу. Если этого нет, ничего нет. Какие мои требования? Я к ее в дом не вхожу. Прошу того, чтобы любили себя, в первую очередь. Любили скотину, которую вы гоняете. Оставьте свои дела. Пойдите с ребятишками, возьмите бумагу, возьмите картонку. Нарисуйте план лагов, скажем, вот здесь-то тогда попоить так-то. Не просто стоять там. Они ее скотину не знают, не любят и не пойдут. Почему? Он знает почему. Дома. Попробовал я так пойти, если мой отец был живой. Я с пяти лет на поле, я знаю как. Отец по тени определял, куда погнать, сколько, чего получить. Мы едем с большой миссией, которую никто не делал никогда. И это после нас никому не повторить в полноте. Мы видим, как внезапно Бог меняет сердца людей и отношения к делу. Притом сразу, в течение полчаса уже люди делаются другие. Это благодатное действие Духа Святого. Вы все время помните, днем, ночью, в каких опасностях мы находимся. Вы вместе с нами. Мы каждый день поминаем вас на молитвах, едем в горах, в трудных местах. Некоторые не пришли, даже не могли ли прийти. Когда мы делали отсчет, мы попали в пески и едва-едва пробрались. Даже железная канистра и та стала протекать. Да, наше неумение, но по-другому просто мы не могли. Мы сейчас поедем, вы остаетесь дома. Сейчас наши заботы возьмите на себя. А в чем? Ну, хотя бы раза три в день встаньте на молитву. Нам нужна ваша помощь. Сеющий, поливающий ничто. Все Бог возвращающий. А Бог это возвращает. Человек говорит, у меня они за открытыми дверями не знают, что знают. Особенно в детях. Родители отображаются в детях. А вы, родители, пощаще просите, чтобы посторонние следили за детьми. Да вместе начинайте решать этот вопрос. Выводите их на другой уровень. Еще потеряев, кого схранит, а не отнимает. Когда пойдет на мирской путь ребенок, неподготовленный, мир сразу поглотит его. Потому что он не обезопасен. Что пользоваться, и мы весь мир будем спасать, а душе своей повредим. Это определенно. Прямо на сегодняшний день поставьте этот вопрос. Соберитесь, побеседуйте. Я вам говорю, это состояние с детьми очень тревожное. Вот это неуважение к старшим, к тому, что говорят. Это все вы посеяли родители в детях. У меня отец с родным братом своим, Агафья Степановна, а мой отец Тихон. Степан это брат. И у них вражда была. Но мы никогда не слышали, или что против дяди меня наставляли. Я даже не знаю. Я загорал и в трусах проехал на велосипеде. Дядя сказал, как-то все кончилось. Больше я в трусах никогда не появился. Ну, мальчишка там, может быть, лет 10 было. Это уважение. Это мой дядя. Это моя тетка. Для ваших этого нет ничего. Он разговаривает, как будто ровня какая-то. Он столько же знает и может помочь. Он не знает этого. Вы сами видите, где занимается бабка с ребенком, с внучкой, совершенно другое отношение. Это не они, это вы со своим хамством, с осуждением постоянным вылазите здесь. Вот мы, вот Павлу сказал, Павел, остановись. Нет, я долго думал, что у него, какая причина. Сестра подошла родная. Я, говорит, рада, Валя, что ты уезжаешь, Павел. Я говорю, я жалею тебя, ты пошел помирать. Это найти надо такое место на ту сторону, воды нету. А тут у него вода как будто исчезла. Дальше. Пьяницы живут, воры, ему все это рассказали. Сиськовы там где. И он со всеми разошелся. Я стал думать, почему, зачем едет. Самое большое наслаждение для пьяницы выпить. А его пилят тут, а там никто не будет. Я это увидел. То есть он желает свой кайф продлить в полном наслаждении. Но за этим еще что-то есть. Когда Давид поразил Голиафа, это ставится сегодня в похвалу всему Израилю. Но Златоуз со слагательным наклонением говорит, а если бы не так, не отвлекайся. Тебе это очень сгодится. А если бы он его не убил, а взял и на свою сторону сделал сторонником, и теперь Голиафа направил бы туда, воевать с филистимлянами. Вот это было бы да. А убить, ну и нет его. Понимаете, в этом смысл заложен. А вот Господь, когда изгнал Адама за согрешением, вам полезно это послушать. Это Златоуз говорит. Все они даже не досужились прочитать. Молчание, молчание, молчание. Никто так ничего не прочитал. Дошли, наконец. Еще одно такое положение, я выйду на проповедь. Я вам сказал. Я не запрещенный. Я отошел, дал вам место. И вижу, что вы не поняли этого. И он говорит. Он его, Адама, поселил возле рая. А для чего? Чтобы он все время видел и тосковал. Что я потерял? Звери ночью, гады, скорпионы. Там ничего не было. И рай рядом. Благодатный рай. Что я сделал? И вот я подумал про Павла. Это не он сам это придумал. Ему не придумать так. Он мог бы уехать. Собирался в Павловск. Собирался там к дочери. Везде проехал. Везде ему отказ дали. Сюда. И не где-то. В урывку тут не проедешь. А именно, чтобы он мог ездить все время здесь. И на той стороне реки, среди этих людей, чтобы тоска была. Я просто рассматриваю это как великий подвиг служащих покаянию. Откуда он выехал? Когда все на улице валяется, скотина ходит. Там ничего этого не будет. И он забудет обо всем на свете. Он как при райских вратах поселился здесь. Это, конечно, смешно так рассуждать. Но я прямо это увидел, что в этом Господь, перс свой показал. Чтобы он тосковал, увидел, тогда понял. Я знаю этих людей. Истинное покаяние принесла плотникова Марина. Мы уехали. Куда мы уехали? Мы детей теряем. Одного за другим. Пять детей я увела из школы. Какой я ущерб нанесла потеряевке. Дядя Игнатий говорил, кровавыми слезами будете плакать. И она пишет мне. Я выставил интернет. Теперь, говорит, пришло время, мы плачем. Дядя Игнатий, прости. Мы ничего уже не можем сделать. Вы даже не замечаете дома, находясь, сколько внимания вашим детям обращается. Даже он глянул, остановился. И то уже это положительно. Он уже дрогнул. Даже здесь вот молятся. Ну, посмотрите. Не заслоняйте. Выдвиньте вперед. Я должен их выдвигать. Ребенок хотя бы визуально должен видеть, что совершается. Они не понимают. У нас богослужение не на русском языке. Их вываливать не надо из церкви. Они уже вне церкви. Он еще ходит за родителями. Но этого не будет. Который подрастает, видите, все до одного уходят. Со страхом Божьим никого нет. Страх Божий удержит, закрепит и поймет. Православие это церковь. Секта это не церковь. А для него сегодня это все равно. Либо поесть, попить, попрыгать и подольше поспать. Прямо сегодня. Возопите к Богу, Господи, дети гибнут. Что делается? Почему? А ему это не надо ничего. Около меня стоит, я вот давлю, показываю, как. Один раз поклонится, второй раз уже вот так, как поплавок. Выныривает и все. Если вы это приняли, предлежащий пост, установленный, он поможет этому. Нам Бог дал абсолютно все здесь, что необходимо. Мы проезжали Кулундинскую степь, это знают только табуны, там Игорь там бывает. Понимаете, как проволока, обсыпана вся земля. Даже зеленого ничего не видать. А если какая-то кукуруза растет, вот такая на 3-5 метров друг от друга. И живут, и что-то там поливать пытаются, гонят. В каких условиях люди живут? Встречи нету. Позвонил Игорь в отцу. Вот ему надо прийти, он пришел. Мои родственники, кому звонили-то, по разным причинам они пришли, он пришел. Позвонили баптистам они. Баптисты отказались от встречи. Вот еще одно доказательство. Притом не в одном месте, категорически. Вот и вся их вера хваленая. Там ничего нету. От встречи, побеседовать по Евангелию, хотя бы полчаса. Решительно все отказываются из-за страха. Больше ничего нет. А они приехали из этих же табунов. Я их на тысячи дал им литературы, и расстались хорошо, и обедать и не захотели. Вот и отношения. Через нас, как на оселке, Господь еще проверяет других людей, какие они есть, разные веры. Чище и загаживания православия сегодня ничего нет. Через порог вот заходишь в храм, вот сколько шло по улице, только трамвайный путь церковь не провели. Столько заходит, столько выходит. Мы подошли вот, я не знаю, докуда, наверное, вон до Глушковой. Неонила. Машины стоят. Знакомый священник там что? Венчать, отпивать машины. Стоят там, курят там, кто что делает. Совершенно никого не спрашивают, какая вера. По Венчины не живут. Это не вера совсем. Это разврат умов и искажение слова. Никакого православия нет. Это просто обычай, людям автограф поставить надо. Пришли, ушли, что Венчина никаких обязательств не налагает, что прищищается, рот разевает. Это ничего, кроме осуждения нет. Страна разваливается, и это не видят. А уже прям на грани где-то все стоит. Мы пытаемся еще молитвы поддержать, сказать, и везде вопрос о Путине. А как вы думаете, вот второй срок, как вы к нему относитесь? А это люди мирские спрашивают. Мое отношение такое. Мне заповедано молиться, я молюсь. Я больше ничего не могу сказать. Нам Путин здесь не будет пасти коров. Надо вам все-таки выходить с детьми. По чужим садам Путин нас не будет караулить. Кого винить-то, когда мы все сегодня слышали? Ты возопил Богу из щерева китового. Меня Бог послал для того, чтобы сказать истинно. Я вам сказал. Грех проглотил, как кит иону. Но он оттуда, опутанная голова тиной, говорит, возопил, Бог услышал. Ну, назначите время для молитвы. У баптистов это есть. Определенное время молитвы. Кроме, что в субботу, воскресенье. Назначите в четверг, или когда собираемся. Ну, во сколько вам удобно днем? Переломите эту обстановку. Вот мы выезжаем с любого места населенного пункта. Вот сейчас выезжаем 20 пунктов. Мы закончили, выезжаем. Я объявляю молитву. 7 минут. Мы все молимся. После каждого пункта молитва, после каждого пункта молитва. Ну, в дороге труднее молиться. Но я сохранил снимки. Не возле дороги стоим на палатке, молимся, подняв руки. Где кланимся, где колено преклоненное, стоим на коленях и голова в землю. Там, думаю, что мусульмане приехали. И люди это видят. Они не просто это видят, они возводят это в святость, в праведность, чтобы православие не умерло. Мы одним своим поведением, появляясь там, конечно, поддерживаем ваши молитвы, и всех за нас все молятся. Понимаете, что жизнь не только то, чтобы наесться, лечь. Люди ропщат, не хватает чего-то. Надо научиться жить в бедности интересно и красиво. Что у тебя есть, этим воспользуйся. Посмотрите, сколько всего пропадает. Вот этим сокровищем, богатством, которое окружил, нужно научиться пользоваться. Как? Благодарением. Стал утром, поблагодаря за все, за непогоду, за погоду, за зелень, за засуху, за все, и ты увидишь, как у тебя внутри волна за волной благодарность Богу будет идти. Не просто подошли, постояли, выскочили и бежать, чтобы дети никогда не убегали из храма. Остановитесь, преподнесите им доброе слово. Ему это полезно. А то сегодня он вальяжничает ходит. Он пойдет в мир, ему эти рога, чтобы мир шевет сразу. В один день. Он будет ползать, будет делать, что скажут. Это они здесь так вальяжничает, потому что такая обстановка. Я вам разговариваю с милицией. Я говорю, ну и как вы, дети-то? А какие дети это? Это жулики, разбойники. Как? А она воспитатель. Она арестовала капитана. У нее сбойник. А он сидит, нога за ногу, вот так перед ней. Ну и что? Я говорю, зашел. Он тоже капитан. Ну-ка встань. Он сидит. Я как дал ему, он в угол, говорит, влип. Соскочил. Что нужно сказать? Все скажешь. Там разговаривать не будут. Оттуда в мешке выносят с переломленными костями. От вас ничего не останется. Она с дорогой полиция, эта милиция, захватывала не один раз за нарушение, притом справедливо. И ни разу не наказали. Ни разу. Выходишь, поговоришь. В милиции работают люди. Многие. Просто по-хорошему. Уже в одном месте были, там что требуется, удостоверение, все дали. Но другие документы, я вижу, что-то там неладно. Я вышел со своими документами, с Роски, там, Шукшину справляли годовщину. А Игорь пошел за документами Третьяков. Я подошел и сказал, мы были здесь, вот показы, документы, вот библиотеки, книги, вот священнику, к церкви подарили, вот с Роски, священник получил. Ну и встретились с дочерью, Шукшина, как мы беседовали. Он другими глазами. Показал пачку, где мы были, там, Москва. А Игорь идет с документами. Он вытащил это, что там, удостоверение, что в шаперской-то. Он мне его положил в папку. Идите. А двое стоят, вылавливали. Игорь идет, я говорю, разворачиваю назад, уже там делать нечего. Этот человек уже не враг. В другом месте захватили. Это что, ваххабиты какие-то едут? Начинает шерстить, только пух идет. Я вышел опять, поговорили, дал ему визитку, точно так развернул. Иезжайте, ребята. Слово Божие, оно проникает всюду. Я знаю, что это не мои слова повлияли, это Бог делает. Но я вижу, люди неверующие. И тут он разговаривает с желанием с таким. Мало того, выйдут, покажут, а другие милиции выехали так, это знаете, так трудно найти. Езжайте за нами. Экипаж поехал, едет впереди нас, и мы за экипажем, и крутит, крутит по переулкам между домами. А уже рабочий день кончился. Нашли библиотекаря потом. Это Бог делает так. И мы все время благодарны Богу за ваши молитвы. Я уезжаю, и Бог знает, потому что мы попадаем в неожиданные такие переплеты, что можно и не вернуться. Простите ради Христа. По-человечески где-то я вас обидел. Не за то, что я вам сейчас сказал. Так, Женя, я хотел сказать, напомнить, вот если Миша приедет, ты ему напомни, мы в прошлый раз говорили. Он сказал, я не член церкви, не член, значит, он рассматривается как любой, кто приезжает. Он должен у тамошнего священника достать документ, что он не на отлучение, иначе выходить с соглашенными. Потому что мы его не знаем. Приехал там журналист, Макаров был. Ну я же православный. Батюшка говорит, у вас бумаги нет, что ты не на отлучение. Я еду, мне сказали вы идти, было такое. Я вышел, бумагу не взял с тобой. Это закон, это канон гласит. Ему так и скажи. Пойди там, кто там, Виталий есть, он священник хороший, и поговори. Ему тоже священнику будет это пример, что существуют люди, которые хотят жить по канонам. Чтобы он дал справку, что он не на запрещении, не на отлучении. Ну и вопрос снятый. В этом никакой обиды нет. Меня попросили, я был где, я вышел, я вышел и стоял там в притворе, где положено. Справки нет. Кто бы он ни был. Видите, нас как Бог сохранил, еще сказать, вот сейчас Евтихий отошел от нас, Иларион остается. Я позавчера, или вчера там, позавчера, наверное, разговаривал, такая тут Ольга Боровая, с ней завозят молоко. А ее знакомый священник, отец Сергий, был в Австралии и встречался с митрополитом Иларионом. Ну, и рассказывает, какой он хороший, там, какие храмы показать. И, конечно, касалось и нас. Иларион не знает, что делать, патриарх не знает. А у их, специалистов, у мании хватило вот этот вариант проиграть. Что если люди будут признавать московскую патриархию благодатную, и не будут туда вливаться. Они правильно рассудили. Все ушли, кто куда, к Агафангелу, к Тихону, восемь, юрисдикций разных. Пойти есть куда. Все православные, все настоящие. Там старообрядцы, еще плюс к тому, плюс к тому, еще греки, там, старосильные, новостильные. А мы никуда, мы стоим на месте. Ну, только вот подождите, в октябре Максима уберут, вроде что-то изменится. Ну, правда, кого ставят, вроде тот, помягче. Но дело-то не в них. Дело в самой системе. В системе. Мы не можем согласиться с ложью, которая там свирепствует буквально. Мы не можем согласиться с тем, что богослужения, таинства искажены. Ни крещения нет, ни венчания, а все только форма одна. Это не в Максиме дело-то. Максим, так уж разобраться, не намного хуже других, если он хуже. Иларион не знает, ну, смиряет, пусть смиряется, пусть надо смиряться. Как надо смиряться? Мы хотели бы узнать, как? Я задаю вопрос, как? Согнуться голову между коленами и коленами уши заткнуть, или как? Руками я заткну, но как дальше смиряться? Как может смиряться цыпленок, которого коршун тащит? Как может смириться ягненок, которого волк уже в кустах доедает? Это игра с словами. Нам нужно смиряться перед Богом, согласно Слову Божию, а не так, что делайте с нами, что хотите. В том состоянии, как я с патриархией, мы говорим, мы несоединимые. И когда мы беседовали в этой рабочей группе, то там было прямо сказано, что священники говорят, мы ни один не потянем эту общину. И сами пихие-то говорят, я как в подвешенном состоянии у вас. Так в этом направлении ежедневно молитесь, ежедневно, чтобы Бог что-то усмотрел. Нам усмотрел, чтобы ничего не менялось. Для нас этого вполне достаточно. Какие мы были, такие остаемся, и ничего не меняется. И наши отношения, положение, и направление было выбрано самое правильное. Я об этом говорил. Мы примем решение, любое мы против объединения, но решение, синодом мы признаем. Каноническое общение, есть священники, приезжают, с епископами, встречаемся. Все, на этом дальше мы не идем. Мы две темы подняли, жить не по лжи, и благовестии, они все это отвергли. Теперь они не знают, как возобновить, может быть, и что дальше сделать. Это невозможно. Так, чтобы жить по лжи, все время по лжи. Притом, мы неоднократно встречались, встречается знакомый священник, к нему подходит, у которой мы остановились. Вот эта Нина, которая приезжала, это село Осинники. А отец Дмитрию нас хорошо знает. И она подводит, я за ней иду, ко Кресту подошла. Она говорит, батюшка, а это вот Игнатий приехал-то. Игнатий, он улыбнулся, я знаю, мы с вами встречались. Какой у вас боевитый дух в глазах. Ему 70 с лишним лет. А я уж иду, стараюсь таким смиренным, супер смиренным показаться. Ничего подобного. Это из глаз идет. Глаза зеркала души. Я улыбнулся, ему говорю, батюшка, мы зайдем на встречу сегодня к этой сестре, она ваша прихожанка. Под разными причинами все уклоняются. И это не один, а абсолютно везде. В равной степени. Как может повредить наше общение? Я ничего бы не сказал, кроме того, что в Священном Писании. Те, которые такие около церковные, у Аллы две двоюродные сестры, православные, они пришли. А которых баптистка даже не дала телефона пресвитера, ни под каким видом. Вот и все хваленое царство баптистов. Так, все у меня. Вопросы? Надежда Васильевна уезжает. Тут маленько присмотрите, что она что-то руку повредила. Мы разговаривали, Виктор Андреевич говорит, надо приехать. Ну, надо, надо. Планы у нас такие, если мы благополучно вернемся, то на следующей неделе прорабатываем пойти в Томск. А потом в Новосибирск вернемся. В Томск. Пока готовят нам карты. Мы неоднократно останавливаемся, думаем, можно ли что-то лучшее сделать. Пока нет. То есть это та вершина, которую мы достигли. И, ну, нет ничего. Народ полностью отрешен от веры. Он ничего не знает, но считает, мы православные. Я говорил, что нам льготу дает то, что мы православные. Проверяет уголовный розыск и находит, что мы православные. После поручка. И, ну, вы не баптисты, мы это поняли. Адвентисты, а я думаю, ой-ой-ой, какая беда-то на нас идет. Мы за это отмечать будем. Время придет, нас рубить будут. Мы кровью захлебнемся. Все баптисты, все адвентисты, все против нас будут. Этого нельзя делать. Для царя, для президента мы все одинаковые, кто зарегистрировал. Образом сказать, мы дети его. У него разницы нет. Православное, старое обрядистое. Он должен одинаково ко всем относиться, потому что это гражданин его страны. Нет, православие, только православие, везде православие. Ну, в эту струю попадаю я православный. А уже там, что там наши тонкости, такие РПЦЗ, их это не касается. И они к нам благоволят, сразу меняют отношения. А у меня внутри все содрогается. Мы за это заплатим дорогую цену. И это недалеко. Так что мне хочется, чтобы к нам хорошо относились. Но просчитывая вперед, на несколько шагов, как профессионал в этом деле хочу быть, я вижу, нам придется отвечать очень дорогой ценой. Это было при царе. Вместе с царем, с президентом пошла церковь под нож. Сразу же пошла. И ни одна секта не потерпела такого урона, как православие. Сегодня это уже все открыто, об этом пишут. Цифры чудовищные. Даже Путин был в Бутово и повторял, это чудовищно. Это чудовищно. Столько людей погубить. Ни за что совершенно. Но дальше никто не хочет шагать. Это мы высеяли, это наши плоды выросли. Вот что такое. Это ни за что. Бог не желает, что мы погибли. Он желает нас очистить в огне испытания. И это надо принимать, целуя руку Божию, которая бьет нас. Мы это очень хорошо видим. И думаем, что в скором времени с нами просто никому равняться нельзя будет по опыту, который мы имеем. Мы уезжаем, не зная, вернемся или нет. Ночуем где-то в лесополосах, в лесу, но Бог хранит и хранит дивно. Мы попадали и в смертельную опасность, и полусмертельную, и могли не вылезти, и все. Позвонили с сервиса, на меня вышли, знали, сервис. Вот к вам, а почему? Это, видимо, уж Бог так сделал. Вот вас обслужили, какое ваше мнение вот об нашей обслуге? Это вот, дня три назад. Я стал говорить, а я вас не обижу, буду правду говорить, так нам правда и нужна. Я стал говорить, жулики у вас. Я приехал к вам, машина вот такая, ну, 1615 километров, это много, это очень много, это в один день прошли, двое за рулем были. А на завтра после сервиса все потекло, остановилось, и машина сдохла. А так как? Да вы что? Да так. А кто делал? Я назвал. С мастером хорошее отношение, а это где-то, это жулики. Разобрали. И по своей цене, которая у них написана, делать не стали, а просили в шесть раз больше. Когда мы отказались, мы говорим, они тогда нашли какая цена, там полторы-две тысячи, мы говорим, ну, я согласен, а за эту цену мы делать не будем. Это разве сервис, это сброд какой-то жуликов? Она все записала, что это мы тут разберем, это долго со мной по телефону говорила. Так что, и за это тоже надо Бога благодарить. А начальник Юрий Николаевич там, он по-хорошему, я говорю, только его, он ни при чем здесь. А который, да, я обрисовал его, они догадались, подумайте. Мы бы могли, мы дорогой ехали, а это подсказал Николай Пальгуев. Скажите, что у нас лопнул, это, у ресоры бандаж. Мы сказали им. Он говорит, ну, хорошо, мы на понедельник вас тогда поставим, вас удовлетворяет. Вы где сейчас? Я говорю, мы там назвал, далеко за Кулунду. Я говорю, вы книги разводите? Да, я говорю, мы на своем деле. Ну и дальше он стал спрашивать, как вам попасть-то к нам? Я говорю, мы уже поставили бандаж. Это ничего, нет ничего, ничего. То есть отношения уже там налажены, но я по-прежнему этого боюсь. С Богом. Оставайтесь. А мы с Богом поедем. Спасибо вас, Христос. Храни вас, Господь.